Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео по игре Евротрак Симулятор 2. Это рубрика обзора модов. И сегодня, друзья, мы с вами посмотрим то, чего ждут на самом деле многие и ждут этого официально, но пока что это добавляется модами. Это Volvo FH, пятого, можно сказать, уже поколения. Самый-самый-самый последний рестайлинг, фейслифт, самое последнее поколение, называйте как хотите. В общем, ребята, в этом видео мы с вами на этот мод посмотрим со всех сторон, но есть несколько но. Во-первых, это альфа-версия мода. Человек работает над модом 1, то есть естественным образом здесь будут какие-то ошибки и естественным образом все это будет исправляться, улучшаться, будет добавляться тюнинг и так далее. Ну и второе, ребята, этот мод платный. Ссылочку на него я оставлю в описании. Вы наверняка все прекрасно знаете, что это за автор. У меня на канале уже был обзор на один из его модов. Это тахограф. Ну и, в общем-то, от этих же самых ребят, собственно говоря, и этот самый грузовик. Итак, ребятушки, ну что ж, давайте посмотрим, как он выглядит внешне. У меня вопросов к этой машине на самом деле нет. Может быть, есть излишний блеск на резине, на пластике. Но, в принципе, это можно убрать и это очень-то даже на самом деле не критично. Ну вот, как-то да, поблескивает как будто слегка пластик. Но, опять же, для альфа-версии косяков прям сверх-сверх-сверх таких неисправляемых здесь я не вижу. Достаточно высокая детализация у нас рамы, всего навесного оборудования в целом. То есть, здесь все болтики, гаечки, винтики, шпунтики, проводочки и так далее и тому подобное. Все на своих местах. Очень радует то, что здесь полноценное крепление аэродинамического спойлера идет. То есть, все детали, которые есть в реальной жизни на реальном грузовике, они здесь также есть. Все эти, соответственно, крепежи. В общем-то, очень-очень-очень неплохо и аккуратно он выглядит. Свой собственный салон. У него даже снаружи имеется с планшетами, друзья. Да, это уже новое поколение Вольвана, на которой стоят вот эти самые планшеты. Внешне, еще раз повторюсь, никаких у меня вопросов не возникает к этой модели. Но, может быть, за излишним каким-то блеском резины и чуть-чуть пластика я бы сделал матовым. И, в принципе, было бы нормально. Итак, давайте будем посмотреть, что он несет в своей базе. Кабина у нас, естественно, одна. Это Glabitrotter XL. Большая кабина. Шасси здесь два. Это 4х2 и 6х4 тандем, который выглядит следующим образом. Давайте на нем чуть подробнее остановимся, посмотрим. Так, у нас слева топливный бак. Дополнительный инструментальный ящик, 6х4 шасси. Сзади двери гидролифт соответственно. Можно, как мы видим, подключить сюда еще и прицеп тандемовский. Подключить новое слово, будем использовать его, он мне нравится. Здесь у нас справа еще один топливный бак. Бак под мочевину. Ну вот, в принципе, вот так это все дело выглядит. Это, ребята, у нас не рефрижераторная установка, да? Потому что двигатель у нас, ну, физически за кабину никак не поместится, да? И снизу на раме у нас под будкой тоже нет никакого двигателя, да, для рефрижераторной установки. Ну и плюс ко всему здесь у нас, обратите внимание, по левому борту три двери, по правому у нас их нет. Ну, выглядит весьма, весьма достойно, я хочу сказать. Давайте мы сразу перескочим несколько отделов и сразу посмотрим, какой у нас тут есть тюнинг для этой будки. Потому что весь обзор я буду выстраивать на шасси 4х2, ну, привычным для нас. Коробочка у нас, может быть, обратите внимание, крашенная. То есть она, видимо, подгоняется под скин, под цвет кузова и, соответственно, такой же цвет принимает. Ну и здесь мы можем выбрать, так скажем, текстуру, цвет, светоотражатели. Либо они будут красными, либо они будут белыми, либо они будут желтыми. То есть, в принципе, смотрится, опять же, очень и очень даже неплохо. Задний баннер. Ну, здесь это подписано под задний баннер. Да, здесь у нас тоже меняется цвет вот этих самых светоотражателей. Опять же, либо красные, либо белые, либо желтые. Выбираете тот, который вам необходим, тот, который нам нужен. Ну, как бы, по идее, по логике, сзади бы по-хорошему красный. А сбоку, ну, мне кажется, смотрелся бы белый. Потому что, чтобы не отвлекал водителей, так скажем, и не вводил их в заблуждение. Также сзади у нас можно поменять номер. Они уже здесь, как бы, типа, заранее подготовлены под разные страны. Здесь у нас и Польша имеется, и Британия, и Нидерланды, и Россия даже есть. То есть, в принципе, номеров действительно много. Смотрятся они очень-очень даже неплохо. Украина, пожалуйста, пустая заготовка под ваш шаблон. Ну, и Германия. В общем-то, да, в принципе, в принципе, неплохо. Для, опять же, альфа-версии очень и очень даже недурственно выглядит. Далее, господа, возвращаемся обратно на шасси 4х2. Двигатель у нас перманентно здесь один, 500 сильный. Ну, и машина у нас, обратите внимание, 500 сильная. Бейджик у нас, соответственно, стоит. Коробка здесь всегда у нас будет iShift на 12 ступеней. Салон, господа. Ну, это просто кайф на самом деле. Это очень и очень неплохая детализация салона. Планшет у нас здесь установлен. Планшет у нас огромный здесь установлен. Все как в реале. На прошлом поколении, напомню, вот здесь вот у нас находился мониторчик, в котором, собственно говоря, у нас была навигация. Теперь он стал больше, переехал ближе к водителю. Ну, и, соответственно, весь приборный щиток у нас также поменялся и стал планшетом. Лоточек кошачий у нас тут появился, как мы видим. Ну, в принципе, в принципе, весьма-весьма выглядит все на самом деле достойно. Вторая спалка у нас присутствует. Ну, это, в принципе, логично. Кабина высокая. Огромный вот такой у нас люк. Очень жалко то, что он не затонирован. И, мне кажется, будет, ой, как светло от этого люка в салоне. Ну, ладно, почему бы, собственно говоря, и нет. Так, вот это мне момент непонятный, да. То есть, наверное, скорее всего, просто слегка раздалась в размерах вот эта лампа. Она должна быть, наверное, меньше. Ну, и чтобы просто она не перекрывалась вот этой накладкой. Но, опять же, для альфа-версии, ребятушки, салон на весьма должном уровне детализации косяков по салону, честно признаться, пока в данный момент времени я не вижу. Конечно, игра покажет, посмотрим на анимации, на тени и так далее и тому подобное. Но пока, вот за исключением вот этой детали, которую, в принципе, бы даже и не видно. Обычный игрок-то, наверное, туда и смотреть-то по большому счету не будет. Я проблем реально не вижу. Далее, по покраске кузова. Давайте поглядим. Ну, естественным образом она у нас поддерживается. Еще бы она у нас не поддерживалась. Плюс ко всему, ребята, здесь у нас даже есть уже заранее подготовленные скины, которые некоторые из них, в теории, даже можно поменять цвета, под себя все это настроить. Почему бы нет? Скин компании Евролинк. Франк Д. Райдер у нас имеется. Ридер, точнее, простите. Нью Вольво FH Демо. Ну, в демо, так скажем, раскраски ездить такое себе, типа, как бы реклама и так далее и тому подобное. Ну, и есть, соответственно, свой шаблон, то есть вы без каких-либо проблем, основываясь на этом шаблоне, сможете нарисовать свой скин. Ну, давайте для видео, наверное, выберем этот Нью Вольво FH, то есть чтобы прям все у нас было максимально по промоушену. Ну и тюнинг, друзья, давайте поглядим у нас собственные колесные диски. Можете вы, конечно, воткнуть, как я понимаю, и обычные, но что-то они не меняются, значит они завязаны на резине. Да, то есть, в принципе, вы можете выбрать обычные стоковые, дефолтные колесные диски, если вам, допустим, эти вольвовские не нравятся. Но, если вы уже поменяли резину, у вас здесь будет вот такая дыра. Вам необходимо вернуться обратно и поставить резину ту, которая идет вместе с этими колесными дисками. Здесь у нас два типа резины, но они не отличаются ничем друг от друга, за исключением, наверное, их параметров. Ну, решайте сами, кому что, я лично, по большому счету, разницы вообще не вижу. С задними колесами у нас точно та же самая история, как и с передними, но только что у нас резина здесь идет, соответственно, одна. Дальше, крылья, пожалуйста, могут они у нас быть либо закрытыми, либо открытыми, но с открытыми как-то дешево смотрится, поэтому мы их закроем и пусть они у нас уже уж лучше будут прикрытыми. Так, что у нас еще сзади? Ага, здесь у нас сзади меняется номер, я вас понял. В этом месте у нас меняется аэродинамический комплект. То есть, ну, так как у нас тягач, можно, в принципе, его сделать больше под тандем. У нас он такой обрезанный идет, чтобы под будочку все это нормально у нас вставало. У мордашки здесь у нас меняется передний номер, здесь у нас меняются передние фары. Ну, как тоже меняются, да, грубо сказано, просто они слегка у нас немножечко такие притонированные, я думаю, на темных грузовиках, да, где цвета черные, серые, как здесь. Но этот вариант будет смотреться гораздо интереснее, просто полоски такие вот будут, уголочки полосок этих выглядеть, ну, мне кажется, больше выразительнее, что ли, как-то, не знаю. Ну, давайте я, блин, давайте второй вариант сделаем, но реально смотрится прикольно. Здесь у нас пошел тюнинг решетки радиатора, соответственно, хромированные у нас эти полосочки могут быть, крашеные, неплохо смотрятся, либо просто под пластик. Давайте сделаем крашеные, потому что они в таком цвете, прям голубом, офигенно смотрятся. Здесь у нас получается вся история, которая связана, ну, с вот этими пластмассовыми, господи, я все забываю, как они называются, накладками, фальшишоткой радиатора, да, ну, тоже можем сделать, в принципе, под покрасочку, они у нас будут немножечко блестеть, но ничего страшного. Сама решетка, опять же, либо пластик, либо краска, мы прям все будем, походу, сегодня делать в краску. Вот такие вот штукенцы даже можно замытить под покраску, и эту решетку под покраску, ну, и верхнюю обводочку тоже, и прям смотрится вообще шоколадно. Здесь логотип Volvo, либо хром, либо, опять же, под покраску мы выбираем, но если ставим под покраску, у нас, обратите внимание, отсюда тоже хромированные элементы пропадают. Но они, в принципе, как бы здесь, по моему счету, по моему видению, и не нужны, потому что мы всю вот эту историю тоже сделаем под покраску, и смотрится это куда интереснее. Далее основные зеркала крашеные, полностью крашеные, либо пластик. Но тут полностью крашеные я бы не ставил, почему? Потому что у нас, очевидно, явно идет продолжение вот сюда, и тут бы как бы вроде бы сочетается это все дело, и выглядит достаточно-достаточно неплохо, поэтому опустим этот момент. Козыречек с голубой полосочкой, почему бы нет? Глоб, вот такой вот можно поставить, вот такой, ну, либо полностью его покрасить. Выглядит не очень, я бы оставил вот такой, наверное, Volvo FH 2021. Здесь еще чуть выше вот эта вот масочка на глобе у нас меняется, опять же, пластик, либо под покрасочку. Здесь у нас ставится вот такой замечательный стандартный вольвовский рувбар, на который можно налепить абсолютно все, что угодно. Мигалки поставить нельзя, как я вижу, и дудки в какое-то другое место, кроме как вот этого самого рувбара, воткнуть тоже, к сожалению, нельзя. Все, по внешке, тюнинга, ребята, больше никакого нет. Давайте посмотрим, что по салону. Руль у нас один стандартный под эту комплектацию, конкретно под эту кабину. Здесь у нас ставится телефон, либо навигатор, но, в принципе, навигатор у нас используется здесь, поэтому я думаю, что необязательно, наверное, его ставить. Опять же, да, вы сейчас увидели, наверное, этот баг, что когда что-то меняешь, как бы немножечко мерцает, моргает руль, да. Ну, есть такой баг, опять же, повторюсь, это альфа-версия. Очень надеюсь, что в скором будущем это исправится. Здесь у нас можно повесить вонючки на дефлектор. На кошачий лоток у нас, опять же, тоже можно поставить какие-то предметы. Сисл, к сожалению, здесь не прописан и не поддерживается. Здесь у нас капхолдеры, на которые мы можем свои кружечки поставить. Здесь пресеты стандартные на лабаж. И, опять же, все предметы, которые у вас есть в Steam инвентаре, либо купленные в виде DLC, пожалуйста, также их можно сюда подвешать. Шторки у нас, ребята, имеются, обратите внимание, опять же, разных цветов. Неизвестно, анимированные они или нет. Что-то мне подсказывает, что нет. Но, блин, они как-то здесь смотрятся очень странно. И, честно признаться, я бы, ребята, их вообще сюда не вешал. Что-то как-то, ну, что-то как-то прям совсем не то. Поэтому, с вашего позволения, друзья, я их уберу. Просто знайте то, что они здесь есть. Здесь у нас идут висячие предметы под лобовое стекло. Отлично. Здесь у нас идет тюнинг сидушки из стандартных запасных частей. Здесь подушечку можно поставить. Ну, и здесь, соответственно, одеялко. Вот, в принципе, и все. То есть, самый такой минимальный необходимый набор, который, кстати, к слову сказать, есть и на дефолте, без модов, можно так сказать. Здесь присутствует и хорошо. Теперь, друзья, отправляемся в игру. Проведем полноценный тест-драйв. Посмотрим на анимации, послушаем звуки. Как это вообще все светится, работает и так далее. Короче, погнали на тест-драйв. Ну, и, конечно же, ребята, какой тест-драйв? Как я просто мог забыть про то, что у нас тандем. И, соответственно, для тандема у нас имеется свой собственный прицеп. Не обращайте то, что здесь он слегка висит в воздухе. И, как я понимаю, позиции просто-напросто еще не откорректированы. В игре он, поверьте мне на слово, стоит нормально. По асфальту катается. Все с ним хорошо. Итак, по типу сцепки. Это у нас, естественно, один Volvo trailer tandem. Кузов у нас также один. Шасси у нас также одно. Покрасочка не поддерживается, к сожалению. Что, по моему мнению, весьма странно. Можно было бы сюда добавить хотя бы окрашиваемый вариант. Дабы можно было все это как-то под скин грузовика сделать. Ну, да ладно. По тюняшкам давайте посмотрим. Свои собственные у нас идут, пожалуйста, колесные диски. Опять же, Volvo trailer свои собственные шины. Но в любой момент вы можете поставить свои. Здесь. А, все. Да, вот здесь у нас меняются уже светоотражатели. А здесь, соответственно, вот эта история. Все. Беру свои слова обратно. Немножечко поторопился. Извиняюсь. Здесь у нас сзади, опять же, меняется цвета светоотражателей. Ну, и тут у нас идут стандартные, в общем-то, в принципе, заранее для нас уже подготовленные наши номерные знаки, собственно говоря. Ну, вот такой вот, ребята, трейлер. То есть, без каких-либо проблем к тандему он цепляется, работает, возит грузы и, в принципе, доставляет вам удовольствие. Вот теперь, друзья, точно погнали на тест-драйв. Так, друзья, настало время тест-драйва. Давайте более детально взглянем на наш замечательный салон. Это и новые, действительно новые Volvo с планшетами. Итак, давайте сразу перейдем, наверное, в меню регулировок, чтобы понять, работает ли у нас сидение. Сидение у нас регулируется во всех плоскостях. Руль у нас также регулируется. Проблем с ним абсолютно никаких нет. Это уже хорошо. По базовым анимациям давайте пробежимся. Стеклоподъемник, получается, левый. А, для того, чтобы он заработал, нужно включить питание. Ну, вот мы его, естественно, включаем. Вот, пожалуйста, если хотите, выключаем. Включаем, выключаем, включаем. Что мы видим? Давайте, ладно, уже про стеклоподъемники потом. Да, на приборке что мы видим? Что у нас появляется? У нас появляется уровень топлива. Слева колоночка у нас расположена. Справа у нас уровень мочевины. Четко по центру у нас спидометр. Четко по центру ниже у нас текущая передача, которая включена на данный момент. Рене, пожалуйста, все это работает без проблем. Слева сверху у нас часы. Справа у нас отображается ручник. Даже, если честно, не знаю, в оригинальной Volvo отображается он там же или нет. Аварийка. Пожалуйста, все работает. Но сам бортовой компьютер, ребята, к сожалению, не переключается. А, еще смотрите, где у нас дизель. Чуть-чуть как бы левее и выше, под вот этим вот огромным монитором, у нас ниже этого монитора показывается текущий расход. То есть 59 литров на 100 километров. Ну, нормально, в принципе, машина новая, поэтому окей. Тут у нас имеется навигатор, который переключается. Он такой достаточно большой, читаемый, в принципе, даже. Тут у нас, как я понимаю, вольвовская вот эта стандартная менюшка. Я бы ее, если честно, отсюда убрал, чтобы просто она не мешала, так скажем, да. И, ну, она как-то выглядит прямо здесь. Вот не пришей кобылих, вот что называется. Я бы что наоборот сделал, по краю вот этого планшета пустил тонюсенькую такую рамочку черную как раз-таки, чтобы, ну, как-то это более-менее адекватно все смотрелось и чуть-чуть было похоже на планшет. Да, может быть, это разрушит вольвовские вот эти все реалистичные каноны, назовем это так. Ну, хотя, в принципе, можно оставить и так. Это уже такая моя личная придирка. Сверху у нас имеется люк, имеется дыра, и, соответственно, у нас, как мы видим, дождь протекает вовнутрь. Нормальное абсолютное явление для альфа-версии. Почему бы нет? Хотя можно было бы этот косячок спрятать. Давайте вернемся к стеклоподъемникам. А, вижу уже косяк. Видите, да? Дождь у нас в салоне прям елозит. Ну и, соответственно, капельки, они также об рамку, да, они у нас ни коим образом не собираются. Сами кнопки у нас не анимированы. А, нет, анимированы. Анимированы на подъем, но почему-то как раз-таки работает именно правая, как бы, версия. Там щелкает справа. То есть, странно, как-то здесь, короче, у нас реализованы все эти стеклоподъемники. Кнопка ручника не работает, что тоже для меня очень странно. Блокировка, ты где? Здесь я клавиши блокировки не вижу. iShift у нас также не анимирован, хотя тут же у нас, пожалуйста, тоже кнопочки имеются. Но это, видимо, для чего-то уже дополнительного какого-то оборудования, наверное, сделано. Под рулем у нас имеются два переключателя. Да ладно, и здесь тоже не работает. Да ну вы серьезно? Ну я, конечно, понимаю то, что это прямо альфа-альфа-версия. Но, наверное, это какие-то базовые истории, которые должны работать уже изначально. Вижу уже проблему с тенями. Сейчас объясню, в чем дело. Дворники слабаша у нас ничего не стирают. Кошмар. Ну мы видим снаружи то, что они у нас вроде работают, это хорошо, это прекрасно, хотя бы на этом спасибо. И такое ощущение, что угол должен быть, ну, больше, под 90 градусов. Здесь они что-то прям совсем под каким-то острым углом встают. И выглядит это весьма-весьма некрасиво. По логу, ребята, давайте поглядим, какие у нас тут ошибки. Несколько ошибок красных имеется. Да, несколько красных ошибок у нас, в принципе, имеется. Давайте мы с вами вырубим дождик для того, чтобы посмотреть на тени. Ну да, теней здесь в кабине, конечно же, нет. То есть мы видим, да, вот где должна быть тень, по большому счету, вон там в углу, в спалке. У нас это все просвечивается. Нужно настраивать тени. И прям в салоне от этого ярко-ярко-ярко-ярко. Как будто она снаружи просто пустотелая. Как будто снаружи железа у нас никакого нет. И все сквозь него просвечивается. Это, ребята, отнюдь не из-за огромного стеклянного люка сверху. И нет большой площади остекления. Все это идет. Нет, ребята, это абсолютно не оттуда. Это именно вот косяк того, что не выставлена наружная тень. И, соответственно, все это идет наружу. Но, опять же, давайте, наверное, спишем это все на альфа-версию. Я думаю, что уже в ближайшем обновлении все это дело будет исправлено. Итак, сейчас, ребята, нам остается проверить освещение и провести тест-драйв звуков. Поэтому давайте мы с вами немножечко покемарим, дождемся ночи и отправимся в путешествие. Потемнело, друзья. Итак, давайте теперь посмотрим, как вообще, в принципе, машина себя ведет в темное время суток. Подаем питание. Ничего у нас, собственно говоря, не меняется. Вот теперь у нас поменялось. Запускаем двигатель. И, ну, да, то есть приборка, она вообще никоим образом не ожила. Я все-таки думал, что как-то она будет подсвечиваться после того, как мы нажимаем буковку Q для того, чтобы подать питание. Но у нас по факту только идет тест приборов. Полностью это все у нас включается, когда мы включаем габариты. Далее у нас идет ближний свет фара. Ну и, соответственно, дальний свет фар. И уже как-то более-менее детально можно поглядеть на нашу замечательную цифровую приборку. Как я понимаю, здесь, наверное, единственное из рабочих анимаций это время, скорость, передача, указатель уровня топлива, указатель уровня мочевины. И, в принципе, все. Потому что больше здесь, ну, реально ничего нет. Ну и, наверное, расход. И как бы все. Очень странно на самом деле. Но, блин, очень странно. Очень странно. На габаритах все у нас выглядит вот так. Вот эти вольверские уголочки у нас загораются. Сверху маркеры у нас идут. Сзади, пожалуйста, стопочки у нас также загораются без каких-либо проблем. Ближний свет фар. Точнее, это у нас был дальний свет фара. Вот так у нас выглядит ближний. Аварийка. Вот так вот она у нас работает. Одновременно вместе с DRL-ками она у нас загорается. Сзади, пожалуйста, все без проблем. С прицепом тоже все это работает. Провода прокинуты. То есть, ну, какие-то базовые, конечно, анимации. Базовые механики. Они, в принципе, работают без каких-либо проблем. Друзья, что я хочу сказать. Я, честно, да, вот в голове-то понимаю, что это как бы альфа-версия. И такие косяки ей, в принципе, простительны. Но стоит учитывать, что человек работает, повторюсь, один над этой машиной и за всем, ну, практически невозможно уследить. И как раз-таки вот такие видео, как раз-таки отзывы от покупателей, да, которые приобретут уже впоследствии этот мод, они помогут сделать его гораздо-гораздо-гораздо быстрее. В общем, ребят, кто заинтересован, ссылочку на него найдете в описании. Кто не заинтересован, можете немножко подождать более-менее такой уже стабильной обновленной версии. Но в любом случае, как что-то поменяется с этой машиной, я обязательно сделаю обзор на новую версию. Ну, а сейчас по классике у нас остается тест звуков. Так что, ребята, приятного вам просмотра, приятного вам прослушивания. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в дальнейшем, связанного с этим модом, может быть, каких-то доработок, тюнинга и так далее и тому подобное. Но честно признаюсь, вот честно, вот честно, вот прям честно. Если вы прям ко всем вот этим вот деталям так относитесь внимательно, пока повремените, чтобы просто не испортить себе настроение. В целом, машинка очень-очень даже неплохая. Все, ребятушки, пока-пока и еще увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...